До 1 сентября чуть меньше месяца и пришло время готовить детей к школе. Мы знаем это и хлопотно, и затратно в поисках самой качественной школьной формы. По самым низким ценам моя коллега Ольга Кондратенко, и она отправилась в торговый центр Москва. Давайте узнаем, что же ей удалось отыскать. Оль, приветствую тебя. Ну как? Попробуй нас шокировать. Сколько стоит ребенка в школу отправить сейчас? Оксана, здравствуй. Да, ну вот существует же такое мнение, что если дорого, то значит обязательно качественно. Но вот попытаемся мы сегодня проверить. Пришли в торговый центр Москва. Здесь как раз-таки это место известно тем, что цены здесь низкие. Ну вот посмотрим, есть ли здесь вещи не только дешевые, но еще и качественные. Для школьника это особенно важно. Вот здесь есть и сарафаны. Да, вот кстати, сейчас как раз кто-то пытается выбрать, наверное, для своего ребенка. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. Расскажите, у вас девочка, судя по тому, что вы сарафан выбираете, на что обращаете в первую очередь внимание, кроме цены? Ну нам цвет нужен определенный, темно-синий, и качество желательно, чтобы соответствовало. Ну вот какое качество здесь, вот вы уже посмотрели? Я думаю, что скатываться не будет, качество, в принципе, то, что подходит нам. Ну вот у вас же, наверное, есть уже опыт, вы уже не первый раз наверняка ребенку форму покупаете. Вот сколько носится форма здесь, если покупали в предыдущий раз? В предыдущий раз покупала в другом месте. Здесь носится можно на год, смотря какой ребенок, мой второй год вот будем. Ну вот давайте у продавца все-таки поинтересуемся, как часто у вас приобретают форму? Насколько я понимаю, здесь можно еще и, ну не просто вот одному родителю прийти, но еще и целым классом. Есть все размеры? Да, да, размеры есть с первого по четвертый класс, пожалуйста, любые цвета. Но обычно в школах сейчас черный, серый, синий, потому что сама москвичка, знаю, дети тоже в школе учатся. Пожалуйста, можно на весь класс прийти, выбрать, можно комплектом. Еще блузочки есть к сарафанам, еще у нас есть юбки и жилетки. Ну вот судя по вот этим вот сарафанам, да, ценовая категория у них, ну в принципе, очень даже привлекательная, да, 600 рублей всего. А если вот покупать, например, на целый класс, цена будет ниже в этом случае? Да, цена будет 400 рублей оптовая. Цена вообще очень хорошая, если количество берете большое, все подберем, приходите только. Ну вот действительно одним сарафаном здесь не обойдешься, есть еще и блузки. А вот расскажите нам про качество блузок. Все-таки, наверное, нужно, чтобы в рубашке было хорошее содержание хлопка, да? Да, вот хлопочек со стрейчем, потому что стрейчек все равно надо, у всех фигурки разные. Вот сейчас мы, кстати, тоже блузочку подберем к сарафанчику. Сарафанчик мы уже подбили с девушкой, вот такой вот, да? Вот этот возьмем или тот? И вот эта блузочка будет у нас очень прекрасна. Вот здесь, смотрите, вот так. Ну вот давайте еще у вас спрошу. В другие магазины ходили в какие-то, вот, например, в масс-маркеты, да, брендовая какая-то одежда? А почему не выбираете? Здесь качество тоже, в принципе, приемлемая цена, поэтому, да, дешевле. А часто приходится вот рубашки покупать, вот докупать в течение года? Все-таки дети? Нет. Вот как покупаешь первое, первому, там, сентябрю, и на год хватает. Спасибо. Но вот на самом деле мы тоже посмотрели цены, и не только здесь, например, в масс-маркетах. Вот если здесь можно, в принципе, на тысячу рублей ребенка одеть полностью, это и сарафан, или юбка, например, и блузка, то вот в масс-маркетах известных брендовых каких-то, там, конечно, в эту ценовую категорию не уложишься. Там один сарафан только. Но вот девочку будет одеть здесь, как я уже говорила, около тысячи рублей. Ну вот для мальчика, наверное, все-таки подороже. Мы сейчас отправимся еще, посмотрим, что предлагают, и обязательно расскажем вам. Ну вот, в принципе, мое заключение, что я бы, наверное, сюда пришла одеть своего первоклассника, ну, или первоклашку. Потому что, в принципе, действительно, у детей форма школьная, это как, ну, расходный материал, что называется, где-то запачкается, где-то, может быть, порвется. Поэтому, возможно, еще и менять часто придется. Оксана. Спасибо большое, Оль. Ждем других твоих прямых включений. Ну, еще уточнить хотела напоследок, это вот первоклашка, понятно, а на девятый класс примерно может порядок цен каратенчика? Да, конечно. Ну вот, здесь есть, например, юбки для девочек постарше. Цена, кстати, не сильно выше. Вот если покупать, например, вот если пять взять юбок, да, столько у них идет в комплекте, то вот цена будет 500 рублей за штучку. А если покупать все-таки единичный товар, то вот примерно от 600 рублей можно тоже приобрести. В обычных магазинах, даже не брендовых, в принципе, я такую цену не встречала. Но качество действительно вполне устраивает. Это стрейч, ну, и оно абсолютно не отличается, вот, правда, от того, что можно купить, например, в любом известном брендовом магазине любой марки. Спасибо тебе большое. Ну что ж, девятиклассника одеть не намного дороже, это тоже радует. Ольга Кондратенко была с нами. К другим темам переходим. Водитель БМВ Сергей Казбаранов, который сегодня насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте, был неоднократно оштрафован за езду по выделенной полосе и нечитаемые номера. Я напомню, у БМВ, который принадлежит Минобороны России, были особые, как их называют, номера серии АМР и проблесковый маячок. Авария произошла сегодня утром, при этом, как удалось нам выяснить, сразу после ДТП водитель пытался снять с машины и номера, и мигалку. Но он быстро остановился, то есть он среагировал быстро. Конечно, снял все номера сразу и мигалку. У нас есть эксклюзивные кадры аварии. Их прислал наш гражданский корреспондент через приложение LifeCore. Видно, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте, даже перебегал, я бы сказала. Смотрите, автомобиль с включенным маячком ехал по крайней полосе с высокой скоростью. Водитель не успел отреагировать на неожиданно появившегося пешехода. Мужчина погиб. Продолжение следует...